Экономия водных ресурсов имеет стратегически важное значение не только для Узбекистана. Складывающиеся тенденции демонстрируют повышение спроса на воду со снижением ее объемов, ведут целого ряда факторов. Указ президента об утверждении концепции развития водного хозяйства в Республике Узбекистан в 2020-2030 годах позволит реализовать комплекс мероприятий по внедрению водосберегающих технологий, модернизировать инфраструктуру, автоматизировать систему учета. Комментарий программы более полно раскроет детали документа. У каждого ресурса на Земле есть своя альтернатива. Особняком в этом внушительном перечне остается вода. Ее ничто не заменит, и то, что вода – это действительно жизнь, ничто иное, как аксиома. По данным Всемирного института ресурсов, Узбекистан входит в состав 25 государств, имеющих предрасположенность к дефициту H2O. Ожидается, что к 2030 году нехватка воды в Республике увеличится в 2,3 раза. В следующие 10-15 лет обеспеченность населения данной жизненно важной составляющей сократится в 2 раза. В то же время спрос на воду вырастет на 20%. Потребление воды в промышленности и энергетике возрастет на 84%. Вообще статистика в этом плане не просто впечатляет. Расход на 1 гектар в нашей стране в процессе полива составляет 10 700 кубометров, что на без малого 4 тысячи кубометров больше, чем в развитых в сельскохозяйственном плане странах. 298 тысяч гектаров поливных площадей вышли из оборота. На 560 тысячах гектар обеспечение влагой низкое. 46% почвы имеют различную степень засоленности. 60% ирригационных каналов и 70% лотков требуют реконструкции и замены. Из выделяемых государством средств на водное хозяйство 70% идет на оплату электроэнергии и лишь 3% на восстановительные работы. Первый вызов это то, что растет спрос на воду. В связи с тем, что растет население и в связи с тем, что развивается экономика. Второй вызов заключается в том, что предложение воды как раз сокращается. Это связано с глобальными климатическими изменениями, прежде всего с таянием горных ледников. За последние 50-60 лет где-то 30% поверхности водных ледников мы потеряли. И если мы посмотрим, сравним с 80-ми годами прошлого столетия, мы потребляем воды, наша страна потребляет воды на 20% меньше, чем тогда. Хотя население у нас стало в 1,5-2 раза больше. И вот это несоответствие спроса и предложения, растущий разрыв, дефицит воды, он усугубляет тем, что у нас есть свои проблемы, которые этот разрыв усугубляет. Эта проблема заключается в том, что мы крайне неэффективно используем воду. Мы несем огромные потери воды при ее доставке и при ее потреблении. Как видите, проблематика довольно внушительная. А потому для выработки, принятия и реализации комплекса мер по ее разрешению президент подписал указ об утверждении концепции развития водного хозяйства Республики Узбекистан в 2020-2030 годах. В концепции указывается применение водоизберегающих технологий до 2025 года на площади 1 миллион гектар, а до 2030 года на площади 2 миллиона гектаров, что составляет около половины всех орошаемых земель Республики Узбекистан. И из них около 600 тысяч гектар – это применение капельного орошения. А также мы будем применять дождевальное орошение, применение гибких поливных шлангов, методом Пульсар и других водоизберегающих технологий. Это самое основное направление в нашей концепции. Также большую часть наших расходов в сфере водного хозяйства составляет электроэнергия, потому что более 60% всех орошаемых земель мы орошаем с помощью насосных станций. В год мы тратим около 8 миллиард киловатт-часов электроэнергии. Концепция предусматривается в 2025 году уменьшить на 1 миллиард. То есть 7 миллиард киловатт-часов электроэнергии мы будем тратить в 2025 году. В 2030 году намечается снизить ее до 6 миллиард киловатт-часов. То есть за 10 лет мы будем экономить 25% сегодняшней электроэнергии. Учитывая стратегическое значение вопроса, к разработке документа были привлечены авторитетные международные организации и эксперты, дабы стимулы для экономии водных ресурсов были значимее всех остальных моментов. От имени Азиатского банка развития мы поздравляем правительство Узбекистана с утверждением национальной концепции развития водного сектора до 2030 года. Для нас было честью поддержать усилия правительства и внести свой вклад в эту жизненно важную концепцию страны. АБР является одним из ключевых партнеров правительства в секторе водного хозяйства с 2001 года. Страна сталкивается с рядом ограничений в сфере водных ресурсов. В этом отношении сектор требует более широкого видения для стратегического планирования использования водных ресурсов. Мы очень рады быть частью этого новаторского шага в Узбекистане и будем продолжать тесно сотрудничать с правительством и заинтересованными сторонами. Указом также утверждена дорожная карта, рассчитанная на 2020-2022 годы. Анализ показал, что контроль за водными ресурсами, добываемыми из различных источников, осуществляют Министерство водного хозяйства, ЖКО, УЗГИДРОМЕД, ГосКОМГЕОЛОГИЯ и ГОЗГИДРОМЕД. Статистика в каждом ведомстве ведется различными способами. В результате нет единой системы учета надземных и подземных источников. В этой связи в рамках концепции в 2020-2021 годах на всех объектах будет стандартизирован учет воды. Будет усовершенствована и автоматизирована система ведения государственного водного кадастра. И к 2022 году будет создана единая система учета и управления всеми надземными и подземными водными ресурсами. Говоря о потерях во время полива, то они составляют 37%, а это ни много ни мало 19 миллиардов кубометров. В соответствии с концепцией, 22 тысячи километров магистральных и межхозяйственных каналов будут отремонтированы и восстановлены. 5600 километров реконструированы. Протяженность каналов с бетонным покрытием будет доведена до 46%. 12900 километров лотков будут обновлены. Это позволит повысить коэффициент полезного действия поливных систем с сегодняшних 0,63 до 0,73. 94% насосных станций уже исчерпали срок действия. Они морально, физически устарели. Отсюда большие издержки на доставку воды. Кроме вот такого рода технологических проблем, есть проблемы, скажем так, связанные с человеческим поведением, институциональные проблемы. Они заключаются в том, что у водопотребителей, тех, кто использует воду, особенно в сельском хозяйстве, и тех, кто доставляет воду, нет стимулов, чтобы эту воду экономить, чтобы повышать эффективность доставки воды и ее использования. Потому что основные издержки несет бюджет, сколько нужно государство дает. Те, кто потребляет воду и ее доставляет, их финансовые результаты слабо зависят от того, как они эффективно используют воду. Предусмотрены определенные налоговые, бюджетные стимулы, чтобы фермеры, прежде всего фермеры, но и другие водопотребители, внедряли водосберегающие технологии. 1750 морально устаревших насосных агрегатов заменят на энергоемки, а также обновят 2100 электродвигателей. Шкафы управления оборудуют экономичными установками. Еще раз повторим, невозможно управлять чем-либо, не зная точных объемов и учета потребления. В США, Австралии, Южной Корее и других странах водные ресурсы управляются при помощи цифровых технологий. У нас практически все данные отражаются на бумаге. Управление миллиардативными сетями, оценка засоленности почвы и определение уровня грунтовых вод по-прежнему проводится путем выезда специалистов на места. Одному сотруднику в день приходится проходить по 30-40 километров. О какой эффективности может идти речь? В 2021 году будет полностью усовершенствована база данных по водопользованию и мониторингу и создана единая межведомственная информационная система. С 2023 по 2030 годы будет автоматизировано управление 100 крупных водных объектов. На всех, то есть на более чем 18,5 тысячах постах учета воды, будут установлены устройства по контролю в режиме реального времени Smart Water. Помимо этого, более 1600 насосных станций переоборудуют, и ими можно будет управлять дистанционно. Более 27 тысяч миллиардативных наблюдательных колодцев будут автоматизировано измерять глубину подземных вод и уровень минерализации. Концепция развития водного хозяйства в Узбекистане это очень важный шаг в модернизации водного сектора в Узбекистане. Это также очень важный вклад в региональное сотрудничество в Центральной Азии. Данная концепция задержит много важных пунктов Внедрение принципов интегрирования управления водными ресурсами, включая поверхностные, подземные и спросные водные потоки. В рамках программы ЕС мы участвовали в разработке законов, постановлений и указов в водном секторе в течение последних 4 лет. Улучшение системы прогнозирования и учета водных ресурсов, улучшение качества данных и доступности для эффективного принятого решения. Здесь я хотела бы выделить нашу поддержку при создании национального водного катастра. К тому же с 2022 года покрытие электроэнергии, потребляемой насосными станциями в процессе выращивания хлопка и зерна, за счет бюджета будет осуществляться только в случае внедрения хозяйствами водосберегающих технологий. До 2030 года площадь поливных площадей, где применяются экономичные технологии, полива будет доведена до 2 миллионов гектаров, в частности капельного рашения до 600 тысяч гектаров. А это экономия 35-40%, считайте 3,5-4 миллиардов кубометров, освоение почти 300 тысяч гектар, вышедших из оборота территории, и улучшение водоснабжения еще на 370 тысячах гектаров. Разработаны конкретные механизмы управления водными объектами, расположенными на площадях, относящихся к кластерам, путем государственно-частного партнерства. В 2021-2023 годах в качестве эксперимента управление водными объектами Сырдаринской области и водными объектами Куичертикского района передается частному сектору. По итогам эксперимента будут разработаны проекты по передаче еще 48 объектов водного хозяйства. Это позволит сократить бюджетные затраты на данных объектах на 30%. Один из важнейших направлений является организация системного повышения квалификации специалистов и руководящих работников отрасли водного хозяйства, которая является неотъемлемым условием обеспечения устойчивости развития водного хозяйства в условиях скоротечных изменений. В частности, до сих пор такой системы не было. Вот сегодня, благодаря этому указу, создается систематизированное повышение квалификации, от которого сами специалисты и руководители водного хозяйства будут заинтересованы. В то же время, это их заставляет все время работать над собой и обеспечит свою высокую квалификацию с тем, чтобы быть достойным к занимаемой должности. В 2020 году 400 человек с высшим образованием пополнят сферу, а до 2030 года ежегодно тысячи высококвалифицированных кадров будут трудиться с целью улучшения водообеспечения республики. До 2030 года 40 научных открытий и ноу-хау должны быть воплощены в жизнь. В этом году на эти цели выделяется 2,2 млрд. сумм. Продолжится тесное сотрудничество со странами региона в части пользования трансграничными водными ресурсами. За своевременной и эффективной реализацией концепции устанавливается парламентский и общественный контроль. Документ станет одним из ключевых аспектов обеспечения водной безопасности, который, в принципе, находится на одной ступени с вопросами национальной безопасности в целом. С другой стороны, каждый из нас должен осознавать значимость и ценность воды. Когда сэкономленная капля становится морем, тем самым продлевая жизнь голубой планеты. Ведь именно вода создает такой неповторимый вид Земли из космоса.